Здравствуйте дорогие зрители! Еще 7 лет назад вся страна была ошарашена историей этой школьницы с Краснодарского края. Олеся Шаповалова росла веселой симпатичной девушкой и участвовала в жизни школы и гуляла с подружками. Девушка хотела выучиться на ветеринара, ее отец держал большое хозяйство в станице, где Олеся была главной помощницей. Светлые планы о будущей прекрасной жизни Олеси нарушил водитель машины, который наехал на нее на большой скорости, когда она поздно возвращалась домой. В результате тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Жизнь Олеси висела буквально на волоске, она была в коме и провела практически полгода в реанимации. Олеся похудела до 36 килограмм, практически не могла двигаться и говорить. Отец ухаживал за дочерью и делал все, что мог. Семья была приглашена на передачу к Андрею Малахову. На съемках находился известный невролог, он и взялся помогать Олесе. Девушка была госпитализирована в одной из лучших московских клиник, благотворительным фондом были организованы сборы, что позволило девочке получать своевременно средства на восстановление здоровья. Курсы лечения стали давать результаты, уже через год Олеся могла произносить звуки, двигала пальцами рук. На данный момент Олеся двигается самостоятельно. В этом есть заслуга не только тех, кто помогал ей, но и ее собственная. Она плодотворно занималась физическими упражнениями по 8 часов в день. Только родная мама, оставившая когда-то парализованную Олесю, так и не объявилась в жизни дочери. К сожалению, за 7 лет Олеся Шиповалова так и не смогла полностью прийти в норму. Она по-прежнему проходит курсы реабилитации. Фонды собирают средства на ее восстановление, так как за один курс приходится платить около 350 тысяч рублей, а это неподъемная сумма для ее семьи. Таких историй в реальной жизни огромное количество. Однако Олеся одна из немногих, кто своим упорством, терпением и жаждой к жизни доказывает нам, что никогда не бывает все потеряно. Остается пожелать ей еще больше терпения и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова